Домолчит всяка плоть человече, как пелось сегодня на литургии вместо хирургической песни. Наверное, сейчас мы должны с таким же благоговением молча ожидать схождения благодатного огня. Вы знаете, аж мы ждём и одновременно размышляем, а в чём его тайна. Ведь совсем не в том, что Господь в нужный день и час посылает нам его для уверения верующих и в разумении неверующих. В удостоверении верным и в том, что мы сами, а в том, что мы сами, вся Церковь, в её полноте, соборной молитве, вот мы все сводим с небес огонь. И пока есть Церковь и есть верующие, пока совершается в храме гроба Господня ежегодное таинственное схождение благодатного огня в Великую Субботу, это означает, что Бог ещё не оставил нас, не оставил земли, мира, искуплённых голговской жертвой, из рабства, греха и смерти. И, конечно, в наше время мы особенно молимся о тех, кто находится в беде, тех, кто переживает гонения и тяжёлые времена. Конечно, мы молимся за наших братьев Киево-Печерской лавре. Такое время, когда мы хотим пожелать всем нашим братьям на Украине терпения, веры, молитвенной стойкости. И мы надеемся, что Господь всех нас укрепит и в нашей стране, и всех православных христиан за пределами России. Потому что у Бога нет ни живых, ни мёртвых. У Бога нет каких-то границ, которые бы разделяли людей. Когда люди любят друг друга, когда они стремятся исполнять заповеди Христовы, тогда Господь посреди них, как Он и Сам заповедовал. И вот огонь, благодатный огонь является символом этого единства. По ликованию мы уже слышим, что это произошло. Отец Андрей, я Вас поздравляю! Слава Богу! Поздравляем всех! Огонь сошёл! Нам дали ещё один год! Мы очень радуемся, ликуем. Это единственное место на земле, где можно уже сказать Христос Воскресе. Воистину Воскресе, Отец! Вот гонцы уже побежали со связками свечей для того, чтобы передать их всем верующим за пределами храма, скороходу. Колокольный звон возвещает о схождении благодатного огня. И все в радости и ликовании получают его от блаженнейшего патриарха Феофила, который только что вышел из Кувыкли. Бегуны побежали уже с огнём по городу. Мы видим, как огонь раздают от одной связки свечей к другой, как он распространяется, как море по всему храму. И мы, конечно, вспоминаем всегда слова святителя Иоанна Златоустого. Смерть, где твоё жало?